Что будет в новом эпизоде Артуаунд? Выразит ли Айша и Ферет свою любовь? Узнают ли Иман и Ферет, что они братья? Возникнет ли сотрудничество Азади и Ханди? Сможет ли Баха сбежать из тюрьмы, как он планировал? Все и многое другое теперь в этом видео. Перед началом нашего видео, если вы скажете, что Айша и Ферет влюблены друг в друга, не забудьте поделиться нашим видео. Даже если Айша хочет выразить свою любовь к Ферет, она не решается на это. Такая же ситуация и с Феретом, но он может захотеть проявить смелость, чем Айше, и без лишних слов возбудить дело по этому делу. Потому что у него действительно нет никаких чувств, кроме ненависти к Ханди. Ханди, с другой стороны, будет пытаться преследовать Ферета и вернуть его к себе, как если бы он застрял. День а то дня его восхищения и преданности Айше росли. Аднан продолжит скрывать тот факт, что Иман и Ферет, братья, какое-то время и будут продолжать поддерживать его, чтобы дать Иману собственность и репутацию, которых он заслуживает. Но враждебность этих двух братьев друг к другу может заставить Аднана раскрыть правду раньше, чем он планировал. Я думаю, что отец и мать Имана – Бедея и Аднан. Но пока Бедея молчит и смотрит на сына издалека. Как всегда, Азади будет продолжать делать все возможное, чтобы править своими детьми и получить Ханди, невесту, которую он хочет. Ханди, с другой стороны, станет пешкой Азади и поставит себя в ситуацию, которой она никогда не хотела. Игнорируя любовь Имана к нему, он даже не сможет найти ее позже. Потому что Иман влюбится в Бетюля, к которому он подошел, чтобы заняться любовью. Он потеряет свое место в глазах сыновей Азади из-за того, что он сделал. Баха, из-за которой Айше вступила в этот брак, попытается сбежать из тюрьмы, ударив себя ножом и отправившись в больницу. И я думаю, что в этом плане он будет успешным. Однако обнаружение Баха Айше не причинит ему вреда, потому что он изначально был ранен. А Ферит и Айше помогут ему выздороветь. Это внезапное прибытие Баха заставит Айше раскрыть то, что она скрывала от Ферита. Но Баха встанет в гневе и будет сидеть в опасности, вскоре он снова окажется в тюрьме. Потому что Ферит считает, что такой мужчина опасен для Айше, и сообщит об этом в полицию, чтобы защитить ее. Ферит и Айше откладывают решение о разводе в последней сцене по тривиальным причинам. Однако, хотя они оба говорят, что хотят разделиться на языке, их сердце они говорят об этом. Теперь давайте посмотрим, что происходит в этом эпизоде. Когда Айше приходит, чтобы расстаться с Ферит, ее мать оказывается посреди ее разговора с миссией Сазади. В то время Баха позвонил Айше. Он слышал, что Айше и Ферит притворяются любовником, и, услышав это, он был почти опустошен. Ханги продолжает бороться за то, чтобы снова приблизиться к Фекрету при каждой возможности. Яман опустошен смертью своего отца, Вейселя. После захоронения труп Айше берет землю из могилы, имя которой похоже на имя ее матери. Бахтияр дает отцу Ферит однани бумагу, которую Кахия Вейсел уронил из его руки, когда он умирал. Позже он подходит к Яману и говорит ему, что между ними Феритом нет разницы. Но Яман мало ему показывает. Сестра Баха Седа приходит в особняк, и Айше говорит ей, что она там работает. Пока Азади любопытными глазами пытается понять произошедшее, Ферит спасает его из сложной ситуации. Позже Айше пытается отвести Седу в сторону и объяснить, что она вышла замуж по принуждению. Пока старший брат Ферита отвозит свою дочь в школу, он встречает свою бывшую девушку Эбру, и они оба смотрят друг на друга с тайской. Блуждание Бетюля по Яману вызывает у Ханде приступ ревности. И когда Яман ударяет им по лицу, Ханде заставляет его. Айше продолжает встречаться с Седой и пытается объяснить, почему они вышли замуж за Ферит. Однако Седа не хочет принимать то, что он говорит. Между тем, есть мужчина, который тайно следует за ними, а Седа следует за Айше, когда она рассталась с ним. Азаде и Ханде встречаются, и Азаде говорит ей, что она поставила своего мужчину Керима после Седы. Он спрашивает, изменяет ли Ферит Ханде с Айше, и Ханде говорит, что она не уверена в этом и что она появилась из ниоткуда. Тогда могли бы вы сделать такое с Ферит? Он категорически отказывается. Синон рассказывает Фериту о своей встрече со своей бывшей девушкой Эбру. Баха звонит Айше после того, как Айше сообщает об этом адвокату. Когда он говорит Баха, что он должен жениться, Баха вешает трубку, и его избивают заключенные. После этого телефонного звонка, когда Айше плачет, Ферит подходит к ему и спрашивает, есть ли у него раненое сердце, которое он оставил, и Айше напоминает ему о правиле без вопросов в контракте и очень злится. Баха ищет способы сбежать из тюрьмы. Азаде начинает подготовку к чествованию генеральной дирекции своего сына Синон. Несмотря на предупреждение Ферит о том, что вы не можете ездить верхом, Айше едет на своей лошади, Фертине, и Ферит смотрит на нее с восхищением. После этого у них возникают небольшие проблемы, и Ферит говорит, послушайте свое сердце, я заставил вас сюда, вы можете разорвать свои цепи. Представив, что сказал ему отец, Яман поджигает сапоги и дом. После того, как Айше и Ферит покидают Фертину, они видят огонь, поднимающийся над домом Ямана, пока они болтают, и идут туда. Он думает, что здесь больше не останется Аднан Яман, у которого проблемы с Кахи и Бахтияром. В это время, пытаясь ворваться в дом Ямана и спасти его, Яман ругает его, и они начинают бить друг друга Феритом. Аднан Бе и Кахи и Бахтияр бегут туда и разделяют их. Айше и Ферит возвращаются домой, и Айше беспокоится о Ферит, и они встречаются лицом к лицу, перевязывая рану на ее губе. После этого сближения Айше удаляется и желает ей спокойной ночи. Разделив Аднана Ямана и Ферита, он подходит к двери Беде. Беде просит его пойти домой к жене, когда его жалкое состояние закончится. Аднан приходит домой, но он опустошен. Когда Азади видит его в таком состоянии, он очень волнуется, и Аднан быстро проникает в него. Айше начали сниться кошмары о столкновении с Баха. Баха преследует новые планы в тюрьме и крадет нож из-под головы своего друга по палате. Азади пытается испытать Айше как невесту и просит ее приготовить завтрак. Затем он приходит к Аднану и спрашивает, почему Яман так поступил, Аднан больше не заставляет его говорить и говорит, что полностью доверяет Яману. Хотя Азади не нравится завтрак, приготовленный Айше, Аднан поддерживает его, и Азади расстраивается, когда Айше ругает его. Ферит и Айше готовятся пройтись по улицам Антакия. Ханди пытается узнать правду Азади, нажимая на Айше. Он говорит, что этот брак полностью вымышленный, и что Ферит играет с Айшей и просит его уйти. И когда Айше спрашивает Ферита, любит он меня или нет, она говорит Ханди, что не сдаться. Ханди ловит Сиду, когда она собирается уходить, фотографирует ее личность с игрой и начинает расследовать связь ее брата и Айше. Все были в шоке, когда он ставит Ямена перед Аднаном Синаном в генеральную дирекцию компании. Когда голоса равны, Ферит опаздывает использовать голосование, и его отец Аднан спрашивает его о голосовании. Ферит передает игру Яману, и Яман становится новым генеральным менеджером. Эта ситуация очень расстраивает Синан. После встречи отношения между братом Синаном и Феритом ухудшаются. Когда Айше начинает любить Фертину, она видит Берку с именем Ханди и Ферит в горле, ей становится скучно и она уходит. И он постоянно думает о том, что ему сказал Ханди. Ферит с удивлением обнаруживает внутри Айше, когда она гладит одежду, и не может понять, почему Айше злится. Айше, с другой стороны, скучно находить что-либо о Ханди повсюду, и она расстраивается, когда находит кольцо с именем Ханди в кармане своих последних выглаженных штанов. Все были шокированы, когда Аднан сказал, что менеджер, Яман, а не Синан, на праздничном ужине, организованном Азади для Синан. Когда Азади отреагировал очень резко, Синан сказал, что он не должен злиться на них, они не доверяли им, и это вызвало Азади. Позже Синан уходит из-за стола со своей семьей. Она одобрила предложение дочери пойти поесть пицца вопреки бабушке, и они взяли ее жену за руку и ушли. Когда Азади сказал, что таким образом он потребовал все свое имущество у своего отца, Аднан заявил, что он не покупал ничего, что не было его правом, и вышел из-за стола. Когда Айше хотела утешить Азади, Азади тоже огрызнулся. Ихсен сказал своей жене, Биди, что Яман был менеджером, и застой Биди также заинтриговал его. Ихсен разговаривает с Яманом и выходит из дома. После событий за ужином Ферит уходит в свою комнату и очень зол. Когда к нему подходит Айше и хочет разделить его печаль, Ферит ругает его и не принимает его помощи. Ихсен и Яман строили плохие планы против Айаднана. Когда Ханди, которая слышит, что Ферит идет в Искенде-Рун, готовится к отъезду, мать запирает ее в своей комнате и не хочет, чтобы она уходила. Когда Ханди оскорбила ее мать, сказав ей, насколько слабая ее личность, мать открыла дверь и отпустила ее. То, что Ферит едет в Искенде-Рун, расстраивает Айше. Ханди говорит, что на этот раз они проведут ночь вместе с Ферит в Искенде-Руне, чтобы вызвать у Айше ревность. Айше, с другой стороны, говорит, что его не волнуют эти заявления и что он доверяет Ферит. После того, что случилось той ночью после ужина, Синан пытается расслабиться, отправляясь на реку Орунт и ловя рыбу. Его отец, Аднан, приходит к нему и пытается покорить его сердце. Но Синан очень расстроен и расстроен своим отцом и уходит от него. Чтобы заставить Айше ревновать, Ханди дала ей личные фотографии с Ферит, и Беня это заметила. Между тем, Ханди также достигла Баха. Кадер приходит к Азаде и предупреждает ее, чтобы она не давала ложных советов своей дочери Ханди. Однако, когда Азаде сомневается в материнстве Кадера, Кадер обращает внимание на ее отношения с собственными детьми. Азаде не может дать никакого ответа на услышанное и уходит оттуда. Беде хочет, чтобы Айше собралась, пошла за своим мужем и позаботилась о нем. Иеман покупает себе новую машину, берет с собой Бетюля и уезжает. Азаде, увидев, что Айше выходит из дома, сразу же звонит Фериту и жалуется. Айше была очень расстроена тем, что Ханди вошла в ее комнату раньше Айше и Ферит, которая пришла удивить Ферит, а затем Ферит. Когда Айше позвонила, но он не взял трубку, Ханди написала ей, что она не берет твои телефон, потому что она была со мной. И он сказал Ферит правду об Айше, что Ферит никогда не завидовал Айше. Видя, что Айша в это время приближается к Ханди, она впала в депрессию и хотела уйти. Фактически, Ферит вышел из комнаты, больше не давая разрешения Ханди. Баха, с другой стороны, зарезал себя и изложил свой план побега из тюрьмы. Иеман же попытался сделать Бетюля игрушкой. Похоже, что Бетюль будет тем, кто расстроится в этом деле. Ферит пришел домой раньше, чем Айше и его мать выставили его у двери. Ферит, который ревнует к Айше, очень зол на нее, и Айше говорит ему, что он все еще любит Ханди и повсюду о ней вспоминает. И как раз когда он собирался сказать Ферит, что влюблен, несмотря на соглашение, он сдался. Ферит сначала пытается узнать о нем, а потом заявляет, что не волнуется и очень расстроен тем, что по неосторожности передал ее своей бывшей невесте. Айше больше не может этого терпеть и хочет закончить эту работу и развестись. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Иартуаунт. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok